Одним из пунктов программы выездного заседания стало посещение специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по акробатике и бадминтону. Здесь в сентябре после капитального ремонта открыт новый тренировочный зал. Учреждение получило новое оборудование и спортивный инвентарь. На сегодняшний момент эти спортивные залы выделены и вычленены в отдельные технические паспорта. Школа имеет на своем балансе, а не в качестве арендатора, а является балансодержателем вот этих вот прекрасных квадратных метров. Одна из ведущих школ у нас в стране по акробатике. Я очень рад, что детишки с удовольствием могут начать учебный год и продолжать свое любимое дело в этих прекрасных условиях. В ходе мероприятия участники заседания обсудили предстоящую аттестацию спортивных школ. Раз в четыре года учреждения должны подтвердить свой статус специализированных. У нас прошла аттестация в четырех регионах страны и вот на днях она с пятого числа начинается по Брестской области. Она для системы профсоюзов началась очень-очень удачно в том плане, что у нас порядка семи школ получили статус специализированных, то есть перешли из разряда до США в стюшер. Специализация дается за высокие спортивные результаты учеников этой школы, либо воспитанников тех, которые были переданы высшее звено подготовки, прежде всего на международной арене. В Брестской области 17 спортивных школ профсоюзов, в которых занимается более 6 тысяч детей. В них развивают 20 видов спорта, из которых 18 – олимпийские. Сейчас профсоюзные школы, в принципе, готовы к тому, готовы к тем переменам, которые нам предлагает Министерство спорта. Но, тем не менее, мы настроены на результат. И результат этот будет в конечном итоге сказываться на работе тренеров, потому что это все-таки материальное стимулирование тренерского состава, что немаловажно сегодня. И результат у нас настроен на олимпийские виды спорта. Вместе с тем, на предстоящей аттестации ряд спортивных школ региона получат все шансы изменить свой статус на более высокий. Это Мотоль, где у нас в этом году есть хорошие результаты воспитанников на чемпионатах мира и Европы. Это у нас сегодня школы Парахонская, где у нас очень хорошая передача высшее звено подготовки. Ну, я думаю, что по этому пути пойдет и дружба, потому что у нас тоже там подтягивает школа борьбы. Поэтому я думаю, что вот эти школы как раз сегодня способны на то, чтобы показывать хороший результат.